Я не решил, я не решил, да ты решил, что ты можешь подволить, так обзывать семью мою, моих детей, и орать не в окно. Моя семья, моя семья. Я огородник Наталья Александровна. Родилась здесь, на этом хуторе Ульяновка, и живу здесь больше 50 лет. Все началось, когда бывшие хозяева этого дома начали строительство. Щенявские заняли эту дорогу на 1,5-2 метра. По этой дороге раньше проезжал трактор, чтобы почистить мусорную яму. Также за домом Щенявских находился гараж, и по этой дороге могла проехать свободно машина. Через некоторое время они начали строить второй дом и перекрыли проезд еще к одному соседу, самовольно захватив проезжую часть. Приватизировать эту землю было незаконно, потому что здесь была общественная дорога и наши сарайчики, которые выделила селищная рада нашим родителям с 1975 года за то, что они работали в совхозе. Они там проработали более 40 лет. По их неправильно оформленным документам мы являемся их соседями, а фактически между нами есть еще жилой дом. Я Козлова Евдокия, уроженка этого Ульяновки. Мне уже 60 лет и с самого рождения я здесь живу. Здесь жили мои родители и все то, что здесь находятся, все сарайчики, все какие-то участки нам остались от своих родителей. Несмотря на это, Щенявский стал каким-то образом тихоря продавать наши участки, не говоря, не советуясь людьми, каким-то образом переплачивая деньги, стал приватизировать наши участки, сараи. Я приватизировала мой дом, который я еще в детстве там была, бегала. Сейчас там мой сын живет, они сейчас маленькие мои внуки. И они говорят, это наша земля. Я просто не понимаю, что это за власти, которые могли приватизировать этот дом, то есть эту землю, на котором стоил дом, и мне право собственности с 1986 года на него. Новые соседи поселились, начали сразу терроризировать весь двор. Наняли четырех бандитов, которые избили моего мужа, битыми так, что он еле остался живой. В скорой помощи его откачали. Перелом руки со смещением, перелом четырех ребер, сотрясение мозга, зашивали голову. Заведено уголовное дело. Новые соседи оскорбляют и угрожают нам. Захватили общественный проход с домами и огородами. Начали разбирать и обворовали наш сарайчик. Вынесли запчасти на машину, дорогостоящие инструменты, канистры, повыносили все. В полиции есть перечень всего, что они позабирали. Также в полицию мы написали больше десяти заявлений от жильцов двора и никаких результатов. Эту землю вообще не имели права оформлять. Здесь стоит электрический столб под большим напряжением, газовая труба, общественная дорога, наши сарайчики и чужой приватизированный дом. Вопрос, как и кто мог оформить эту землю, из-за которой у нас теперь война. Вы можете представить, как Вас зовут? Нет, я не буду. Ты что еще сделаешь, а? Вы не будете комментировать? Скажите, будете или не будете? Нет, через адвоката будет. Все, хорошо, договорились. Я понял. Вы не будете давать свою позицию. Извините. А мы таких не видели. Вы приехали к нам во двор и у нас отбираете грабите. Вы оккупанты, ребята. Мы никогда так не живем. Ведь в бело дня грабите. Не будь. Не будь. Не будь. Не будь. Я не решил. Я не решил, да. Ты решил. Как я могу подволить там коптывать семью мою, моих детей, блядь. И орать не вокруг. Твоя семья, блядь, 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 блядь. Не худьба, блядь. Ты сейчас трезый, ты сейчас трезый. Какой ты, сука, пьяный там и орешь мне. Замечательный, вы дружны. Но послушайте, есть правда, а есть неправда. Кто-то из вас скажет правду или нет. Кто-то из вас скажет правду. Я скажу правду. Скажи. Ты когда приходил сюда, вы объявили, что посаранчики не ваши, мне правы. Никогда такого не было. И кто не ваши, Коля говорил. Говорили. Да вы запретили. Я тебе говорю, что ты говорила. Ты сказал, что ты правосистая тварь. Раз ты говоришь, что у нас бенгарит, значит ты правосистая. Ты мне, что я тут метки ставлю, чтобы вас бомбили. Я это говорю? Ты мне, что больной. Да, на камерах это было. Марина, ты проходила всю всю толпу. Ты думаешь вообще, что ты говоришь? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь перед всеми, разговариваешь. Миша, 1 мая, может быть 2-го, я точно тебе не скажу число. А потому что нечего пьяным. Пришла подруга к ней. Я видел. Я видел все. Я все это видел. Отпраздновали? Я все это видел. Подружка вот так вот вышла. Да. И что? Она идет сквозь толпу. И всех тихонько. Она не боится. Говорит. Бендерри. Она постоянно загашена. Она вообще не пьет. Нет. Не боялась. Не боялась. Она сквозь толпу. В связи со сложившимися обстоятельствами, мы всем двором решили подать иск в суд. Потому что по-другому у нас не получается забрать свою землю обратно. Вообще непонятно кто и как мог оформить эту землю. Это вообще незаконно и вопиюще. Вы приехали к нам во двор и у нас отбираете и грабите. Вы оккупанты ребята. Средь белого дня грабите.